Татьяна Лачевская представляет интересы дочери, Валентины Лачевской. Многодетная мама одна воспитывает троих детей, претендует на улучшение жилищных условий. Дом, в котором проживает семья, признан аварийным. Александра Петранюк и Людмила Заварзина вновь пришли к главе после первого визита. По его совету, для газификации улиц на хуторе Чекон организовали товарищество, собрали деньги, а что делать дальше, собранными на проведение газосредствами, не знают. Конкретное решение получили на приёме мэра Сергеева. Валентину Игнатьеву надоело настаивать на том, чтобы в подвале дома номер 84 по улице Астраханской устранили утечку воды. Ему отвечали, что это грунтовые воды. Он сам нашёл трубу, из которой течёт вода постоянно. Подсчитал, за час потери воды около литра, за сутки полторы тонны. Ответственная служба предприятия «Коммунальщик» ответственности не несёт. Отчитываются в письмах о проведённом ремонте, хотя на самом деле ремонта не было и в помине. И предписания специалистов отдела Роспотребнадзор не выполняют. Мэр Анапы Сергей Сергеев разъяснил, как жильцы многоэтажки могут отстоять свои права и прекратить выбрасывать деньги на ветер, оплачивая коммунальные услуги. Наталья Пухальска, Алексей Мухортов, Анапа. Регион.